Добрый день, дорогие друзья! Очередные новости с нашей стройки. Как всегда, начинаем с финансового вопроса. Мы выслали более 59 тысяч филиппинских песо. Итого, общие затраты у нас составили 1 миллион 841 тысячи 500 с чем-то песо. Очень быстро у нас закончился цемент. 100 мешков. Я даже был удивлен. Поэтому пока купили еще 60 дополнительных мешков. Ну и по мелочи. Клей для плитки, для покраски кое-что, я имею в виду, валики и так далее. Рабочие продолжили делать плиточные работы. В сало, то есть студии, клали на полную плитку. И одновременно в сало проводили работы по шкатурке и шпаклевке. Как говорится, работ полно. Вот наш мастер делает шкатурку так называемого коридора. Вот как раз такой маленький проход до нашего санузла. А другой мастер шпаклюет. Вы не удивляйтесь, что он так далеко находится. Вот обратите внизу, там кухонный стол стоит. Или стол от кухонного гарнитура будущего. Здесь вы видите, как рабочие нашей студии или living room кладут плитку напольную. И проводятся другие работы. В том числе и в санузле. Обратите внимание, есть определенные сложности, что в таком маленьком помещении, как студия, производится несколько разных работ. И плитку кладут, и шпаклюют, и одновременно делают шкатурку. Естественно, плиточнику немного мешает. Было бы проще, если помещение уже было отделано. Я имею в виду, шпаклевка была бы закончена, и шкатурка, соответственно. Я неоднократно спрашивал, как там наша плитка стоит. Ничего там не поломалось. Ну, потому что кладут плитку, и одновременно там где-то рядом ходят рабочие, для того, чтобы выполнить другие работы. На этой неделе приехали работники, которые делали нам окна. Долго ехали. В общем, наконец-таки добрались. Почти что установили все окна. Вы их увидите в будущем на кадрах своих девайсов. В основном они установили все рамы. И обещали в будущем подъехать, привезти окна, я имею в виду стекла. И после этого установить их на рамы. Также вы увидите кадры, как к нам приехали другие работники, кто делал нам двери. двери. Я купил по 3 петли, потому что до этого предварительно я спросил, сколько петель ставят. Ну, когда прибыли сотрудники установили двери, они сказали 4. Поэтому поехали ребята, докупили еще петли. Двери очень и очень тяжелые. Когда ездили на закупку материала в другой город, там приобрели замки. Денег не хватало. Ребята приобрели только на входную дверь и выходную дверь замки. а на двери в спальне, то есть у нас две двери, замки не стали приобретать. Ну, это не проблема. Мы, наверное, купим уже сами по приезду. Сейчас вы видите плитку. Эта плитка будет у нас положена на террасе. А вот машина привезла цемент. Я удивляюсь, столько цемент уходит. Я уже со счета сбился. и ребята начали потихонечку грунтовать стены и красить. Ну, внизу вроде попросил их положить картоном, чтобы там ничего не запачкалось. По приезду посмотрим, как покрасили, как прошпакревали, вообще, как провели они работы. Вот кухонный шкаф или кухонный гарнитур будущий наш. Что еще у нас нового? Ну, вот так потихонечку ребята работают. Вот как раз привезли окна, вы видите. Окна довольно-таки большие. Где двухстворчатые, это как раз насало. Вот здесь окно устанавливают со стороны террасы. Здесь окна чуть поменьше сделали. Вообще, я бы все окна сделал такого размера, двустворчатые было бы подешевле. А вот трехстворчатые окна, они довольно-таки широкие. С другой стороны тоже хорошо. Но пришлось сделать одну створку не открывающей. окно конечно довольно-таки большое. Но открываются только две створки. Как вы видите на кадрах продолжают красить, шпаклевать. Посмотрим какой все-таки получился кухонный шкаф. Вроде сверху как видно на кадрах они забетонировали. или даже положили вот эту столешницу, которую мы купили. Ну вот обратите внимание какие окна у нас спали. Довольно-таки большие. Мастер кто делал нам кухонный шкаф из храблоков он не знает какую электроплитку мы купим. Он имеет ввиду электродуховку. но обычно 60 сантиметров бывает шириной. Но оказывается на филиппинах вроде бы есть и другие размеры. По-моему от фирмы Samsung немного больше. Ну мы посмотрим что будет продаваться в ближайших магазинах то и купим. Может быть мы сделаем определенные закупки в вдавау так как приедем в вдавау очень устанем 48 часов будем лететь приедем под вечер естественно мы не поедем в свою провинцию остановимся в отеле и потом на следующий день пройдемся по магазинам надо делать какие-то закупки для будущего нашего дома тарелки сковородки и все что нужно для дома подумали может быть нам лучше заказать такую полугрузовую машину но есть с двумя кабинами так что пассажиры тоже могут ехать и закупим кое-какую бытовую технику но если будет более-менее нормальная надо будет посмотреть люстры и как раз духовку электрическую газовую плиту замки для дверей двери обратите внимание мы заказали такие простенькие я имею ввиду дизайн простой санузел внутренний вроде бы я сказал метр восемьдесят чтобы была ширина что-то мне узко кажется сделал мастер но с одной стороны нормально потому что у нас довольно приличного размера санузел находится на улице внутри мы не будем ставить стиральную машину и так далее и тому подобное и вот ребята продолжают устанавливать двери кто первый раз смотрит мы заказали двери из дерева якал ну считается одной из лучших древесин где-то в других провинциях я предполагаю довольно-таки сложно будет найти даже в нашей провинции где мы живем поехали купили к примеру приехали второй раз хотели купить уже нет и вот один из наших мастеров продолжает класть плитку на террасу терраса у нас очень большая 32 квадратных метров должно быть минимум я решил установить такой плитку зеленого света узорчатую хотим заниматься физкультурой поэтому захотелось чтобы немного красочного именно зеленый свет вокруг тоже зелень ну и сыну нашему будет нормально в основном на филиппинах время проводится на улице поэтому терраса должна быть большой на этом все дорогие друзья счастливо надеюсь что следующее видео о строительстве нашего дома я сам буду снимать и покажу что сделали ребята и расскажу о своих первых впечатлениях ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал будет еще и еще более интересно так как мы будем снимать как мы адаптировались на филиппинах что мы будем делать хотя начинается сезон дождей практически съемок будет не очень много я имею ввиду в том плане что поездки наши на ферму где мы хотели что-то посадить будет зависеть от погоды